Соль здесь у нас. Народ, здесь соль. Начина. Мне больно видеть белый свет. Мне лучше в полной темноте. Я очень много, много лет. Мечтаю только о еде. У нас еще и кошки. Это не мои стихи. Я думала, сам только еще придумал. Наверила. Народ, всем привет. Сегодня у нас вот такой вот ужин. Замечательный. Я уже не устану это повторять. Запахи здесь просто одуренные. У нас сегодня блины. Блины с капустой. И, конечно же, мы их любим. И вместе с женой, и вместе с кошкой. Здесь у нас сметанка, здесь у нас лучок, здесь у нас соль запряталась от ваших глаз. Ну и кофе. Конечно, кофе. Мы его обожаем. Любим. Купили, как это, кокосовая добавочка. Кокосовый сироп. Сейчас пьем только с ним. Очень понравился. Рекомендую. Все. Будем начинать. Давайте поделюсь я сейчас. Вкусным, самым вкусным блином. Вот таким. За столочек. Да. И начнем, начнем, начнем. Приятного аппетита. Ах, 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 ах. Как оно чертовски пахнет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Это сквашеная капуста. Сквашеная капуста. Народ пожаренная, да? Угу. И потом блины запихнутые. Да, это домашние блины, домашняя капуста. Передала моя мама. Это, конечно, что-то. Ваша теща. И у нас получился сразу готовый. Мать ее передала. Ой, давайте попробуем с лучком. Лучок у нас. Не болит. Да. У нас, не знаю, как у вас на работе, практически все начали сопливить. Я тоже, как вы поняли с прошлых видео, начал. Сейчас уже более-менее выкарабкался. Но профилактика никому не повредит. Ой, капуста там осталась. А где ложечка была? А я вот так. Нам ли быть печали? Я так вот. Возьми лучок. Таинственная незнакомка. Как там тебя называют по-разному в комментариях. Комментарии мы читаем. Нет, ну было видео со мной. Кто давно смотрит, кто хотел, все посмотрели. В инстаграме тоже. Да, фотографии есть. Что у кого было желание, все меня видели. У меня лук острый такой. Хороший, мне нравится. Может, я просто голодный. Не знаю. Я рассказывал, я не помню уже эту историю. Когда у нас человек, было такое время, я работал на железной дороге, и мы были на выезде. Возьми блинчик еще. Такой, серьезный блинчик. Зажаренный. На гриле, кстати, жарили потом. Да, и в общем, не к столу, конечно, опять же, будет, я люблю такие истории, не к столу рассказывать. Буду вам сейчас рассказывать. В общем, если что, перемотайте кто-нибудь. Так вот, вон, открывай все, как бы садимся кушать, работаю, сделали там практически. Вот, обед, все, мы садимся. Каждый достает свой тормозочек, ну и в беседе, конечно же, мы наблюдаем такую ситуацию, когда человек открывает этот тормозок, и такой к носу, запах. Ну, это ж мама делала. Блин, сам он испортился, ну, испортился же ж, ну, мама делала. Ну, а мы смотрим на нее, что ж он будет делать? Ну, так реально интересно, конечно. Лёха, шо ж ты будешь делать? Ну, блин, а это был борщ. И он-то нюхал его туда-сюда, туда-сюда, потом, а, ладно, буду есть. Достает ложку. И мы такие, Лёха, подожди, мы поделимся с тобой своим тормозком, не ешь это, ради бога. Мама готовила надоедеться. Да, поэтому... Почему-то вспомнилась после твоей мамы. Не, ну, видишь, этот раз она как-то по-другому завернула, а то она всегда... Это так тугенько, это... Это не тугенько, да? Не, ну, по-другому совершенно обычно, она так, не так сворачивает. Видишь, как... Возьми, пожалуйста. Не, не хочу, спасибо. Чего? А я поздно пообедала. Ну, сейчас вот народ мне сейчас будет рассказывать. А ради бога пусть рассказывает. Кстати, это тоже вот как из тем, но я еще не досмотрела, потом, может, поговорим, мы просто... Кого не досмотрела? Ну, я начала смотреть интервью, брала Собчак у одного актера, фамилия у него Кукушкин. Ну, это сейчас такой, типа, популярный молодой актер, театр. Блогер, актер. Ну, там и блогер, я так понимаю, там же сейчас все вместе. Но он такой, ну, как... Видно, очень творческий человек, у него такая своеобразная внешность. Ну, такая, если на него посмотреть, за мимикой последить, маньяк прослеживается. Прикольно. Ну, просто хочу до конца досмотреть, но по поводу того, что он очень сильно, как я поняла, зависит от мнения других. Хотя, кажется, вот он постоянно, он там спрашивает, там, у звукорежиссера, у оператора, как вам, как вам, интересно, не скучно, там, постоянно-то. Уже Собчак, типа, ты отстанет от них, типа, какая им разница, они тебя могут и не слушать абсолютно, что даже он там потом вопрос задавал одному. Ну, ну, ответь. Можечку, да, пожалуйста. Я фокус ловлю. Не, ну, она же говорит, люди на работе, они думают, когда, типа, эта старая собака нас отпустит, когда мы закончим, она нас отпустит домой, и всё. А он вот именно, как люди скажут, как люди скажут. Ну, очень переживает. Я тоже, знаешь, как переживал. Не, ну, понятно, но он каждый вопрос обдумывает, что ответить, а что на это подумают люди там. А вдруг кто-то обидится, а кто-то не обидится. Не, ну, всё равно же мнение какое-то должно быть, и тем более, раз ты, там, творческий человек, ты же показываешь себя, в первую очередь, и спрашивают тебя о ней. Как ты думаешь, видятся люди? Ну, да, нет, ну, существует чё-то мнение, правильно? Ты можешь не считаться, можешь, нет. Да, сейчас перебью, извини. Остались на том моменте, у них разговор был вопрос про деньги, как раз. И там идёт перемотка, что там больше часа он отвечал на этот вопрос, но так на него уж и не ответил. Что именно идёт как перемотка, обсуждение, там, дискуссия, всё. Ну, скажи там, при том, что, ну, я уверена, что… Ну, там политик. Что вопросы обсуждаются, ну, так Анна Собчак ему так и сказала, ты как политика, коррупция говоришь. Хотя ж вроде такой, как и честный, и открытый, и благотворительностью занимается, и там всё замечательно. Ого. Не, ну, просто жрё, хочу досмотреть до конца, чтобы немножко понять. Ну, а вдруг кто это, почему ты не хочешь сказать там тайно? Ну, скажи просто, я не буду отвечать на этот вопрос, всё, он тебя не заставит. Ну, и вообще, я думаю, обсуждаются, какие вопросы можно спрашивать, какие вопросы нельзя на таких интервью. Оно же по поводу благотворительности, по поводу церквей, кто их строит. Я ничего не имею против там веры, всё такое. Это вообще другая, совсем другая тема. Просто этим людям, которые в это дело вкладываются, им какой-то налог убирается. То есть, либо он меньше, он совсем мизерный, налог на что-то, либо он вообще уходит. То есть, как бы вот этим люди перекрывают свои затраты. Просто так бы никто бы свои деньги не давал. Ну, вот, ну, я говорю, ну, просто, что он всегда… Вот я, Анна, почему ты не хочешь рассказать? Ну, какая-то тайна, ну, какие-то причины, образно. Я боюсь, что кто-то вдруг услышит там и обидится. А вдруг кто-то услышит и поймёт, не буду я лежать там на диване, и поднимусь и пойду зарабатывать деньги. Ну, короче, она ему миллион примеров приводила. Ну, как обидится, могут быть. Ты вот сидишь сейчас весь в чёрном, тоже люди обидятся, скажут, что у тебя там траур или что такое. Голубые глаза у тебя тоже, кто-то кабинет. Обидненько, обидненько. Ну, люди разные. Что у него голубые, а у меня нет. Читаю твои комментарии, тоже много интересностей можно увидеть. А там побольше комментариев будет. И он как-то, а что ты думаешь, что ты думаешь, что это, что скажут. Ну, просто, ну, так, творческие люди, они вообще очень тяжёлые, многие, я могу сказать. Не, ну, они своеобразные. Да, не каждый сможет снимать. Я посмотрела образно, дружить бы мы не смогли. Когда я один комментарий, я прочитала, похоже, как типа два человека, когда все бухали, все улеглись спать, а двое остались за столом и сидят, продолжают и спорят. Ну, похоже, интервью. Это типа я, Саныч? Ну, это образно. Ну, интервью больше двух часов, я только час могла посмотреть, а то там и перематывала. Ну, долго, слишком много. Это мне нравится, вот у некоторых только, я не знаю, как это ставить, можно или, по-моему, надо почитать. Что? Именно на самом видео тайм-коды. Ага. Что ты сразу, ты ведёшь вот по ленте. Угу, можно как-то выставить, можно посмотреть. И там, вчера, сразу тот вопрос, отвечаешь. Да, есть в описании некоторые ставят, ну, а тут удобнее намного, тебе не надо открывать описание, ты сразу видишь. А что у нас будет по тайм-кодам? Да, ну, я просто говорю, интересно. Можно. Не, ну, когда вот смотришь интервью, например, этот вопрос меня не интересует. Раз смотрю, начинается следующий, нажала и смотрю. Нажала следующий. Удобно. Это может быть у очень больших видео? Может больших, может надо количество подписчиков, не знаю. Почитательные. Угу. Может, ребята, если кто-то знают, подскажут. Не знаю, блины вкусные. Кто бы их там не готовил, мне нравится. Кстати, это с рожаной муки, которые у нас не очень получились. Да? Да. Видишь, опыт не пропьёшь. Не, ну, может быть там печка такая, или миру, или другие. Ну, вот это, скорее всего, печка обычная, базовая. Да, кофеёчка. Что, с кокосом зачёт? А с чем ты вчера пробовал? Да, в плане кокоса бузь-бузиной. Я пробовал. Ну, даже не представляю, какая она. Ну, ну, такой, с какой-то кислинкой идёт. Даже вот, как бы, ну, вот. Ну, это для кофе, они не посоветовали. Точно такое же, вот. Не, я понимаю, но я же вижу, что некоторые могут идти для коктейлей. Ну, вот как мы кумавям вишню подарили, вот. Молочный коктейль шикарный, но в кофе ты его не добавишь. А что ты его не добавишь? Добавишь. Ну, не вкусно. Он будет такой же сладкий, такой же вишнёвый, такой же будет. Ну, мне кажется, это не. Ну, с вишней, просто вишня не ассоциируется с кофем. Как-то вот так вот. Кофе не склоняется, я помню. Ну, хотя надо пробовать. Вот, помнишь, как вот этот чай с дыней. Я когда нюхала его там, я была в восторге, дыня, считай. А сейчас он стоит, его никто не пьёт. Замечательный. На работу возьму. Или ты возьми. На работе всё, пока. Не знаю, мне кажется, на каждой работе есть такой человек, который просто приходит, а есть чай? Да, есть. А налей мне кружечку? А кружечка есть? Да, есть. Ну, и сахара три ложечки, пожалуйста. И всё. У нас такой человек, это что, ты знаешь. Мне ещё нравится, что у меня в конце года закончился сахар, как раз, я забыла купить. Я ж, ну, займите ложечку там. Да-да, мне ж одна там, говорит, так у нас же, ну, как, для людей, кто не знает, у нас когда-то дни рождения, все там приносят торты, чай, кофе, сахар, и сахар остаётся, и он лежит образно, ну, на такой чёрный день. Вообще. В общаке. Ну, вот у меня закончился чай, хотя раньше у нас всё было общее до появления этого человека в коллективе. Но это другой вопрос. И она, что там же ж есть, типа, я ж иду на кухню, открываю, а там пустая коробочка. Так что у кого-то чёрный день наступил раньше, чем у меня. Я тебе говорю, подсыпь чего-нибудь в этот там сахар, пускай человек побегает. Злой я, да? То уже не справишь. Ну, просто я не понимаю, как можно. Стоит, взял, всё. Ты не принёс, но ты взял. Да. И у человека это нормально. Нормально, да, бывает. В общем, народ, спасибо, что были с нами, потрындели, полялякали. Приходите ещё. Приятно было увидеть вас, показать себя. Вступление понравилось. Да, ну, если ты написал стихи, если ещё раз сам напишу. Ну, слышишь. Или вымчи больше четырёх строчек. Поэт зовут Незнайка. Всё. Народ, кому интересно, забьёте эти стихи, узнаете, откуда это, и, в принципе, всё, всех благ, берегите себя, здоровье, не выходите без шапки и мажьтесь Аксалиночкой. Маме привет. Пока-пока, всем. Всем пока. Мама тогда заметила, Аксалиночка. Соня, ты сегодня не у руля. А давай я еда немножко. Соня, помой тарелку. Давай. На видео сметану, душ есть. Ещё кривится. Ладно, ладно, уговорили. Так лапу, слышь, поставила небрежно. Всё? АСМР от Сони. Всё, покушал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok